Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать небольшой обзор драйвера для двух моторов, который предоставила компания DF Robot. Поехали! DF Robot ведущий мировой поставщик оборудования для робототехники и открытого исходного кода с большим сообществом, обслуживающим будущих создателей. DF Robot создает инновационные, удобные для пользователя аппаратные и программные продукты, которые становятся строительными блоками во всех видах электронных проектов и формируют вокруг него сильное сообщество учащихся. Итак, здесь у нас сенсор SEN 0116, дальше DRI 0044, что-то у нас здесь большое. Робота платформа ROP 0049 и бланк. Итак, смотрим, что у нас здесь. Итак, здесь драйвер для двух моторов. Этот датчик чаще всего используют в роботах, которые движутся по линии. В общем, здесь датчик, который как раз эту линию может улавливать. Вот этот датчик. В общем, два сенсора стоят, которые улавливают значение и текущее положение, и поэтому этот датчик можно настраивать для того, чтобы робот мог двигаться по линии или улавливать какие-то там цветовые изменения. В общем, интересный датчик. Я думаю, вы догадались, для чего все это и что из этого будет делаться. Так, сама платформа основа, два колеса, мотор с редуктором, две штуки и два направляющих колеса и два крепления для моторов. Я думаю, вы догадались, что из этого получится. Но об этом в следующем видео. Драйвер предназначен для управления двумя моторами. Он может выдерживать 1,2 ампера в постоянной нагрузке и до 3 амперов в пике. Сам модуль использует два типа питания. До 5 вольт для управления контроллером и до 12 вольт для управления моторами. Драйвер управляется при помощи шим, поэтому подключить к ардуино не составит труда. Давайте это сейчас и попробуем сделать. Для теста я буду подключать небольшой моторчик с редуктором, на который надет колесо. Чтобы более подробно почитать об этом драйвере, можно перейти на сайт wiki.odfrobot.com Здесь можно найти более подробную информацию и технические характеристики. Но в данном случае нас интересует схема подключения. Именно по этой схеме у нас здесь все собрано и подключено. Но в данном случае я только один мотор подключил вместо двух. Для тестов и этого будет достаточно. Здесь можно найти тестовый скетч. Но здесь есть одна ошибка. Вот здесь пропущен плюс. Если вы будете этот скетч использовать, обязательно здесь вместо пробела напишите знак плюс. Иначе у вас этот скетч не будет работать. Я взял этот скетч и немножко модифицировал. Здесь идет управление двумя моторами, хотя у меня один мотор подключен. В начале определяем пины, с которых будет идти управление шим и направлением вращения каждого отдельного мотора. Также я добавил еще одну переменную, которая будет изменять направление вращения. Определяем пины на выход и в основном цикле программы. Инициализируем переменную временную. Изменяем переменную, которая отвечает за направление вращения. И записываем ее в состояние пинов. В зависимости от того, будет на этих пинах high или low, то в соответственную сторону будет вращаться мотор. Дальше идет два небольших цикла. В одном цикле мы изменяем значение от 0 до 255. Во втором цикле идем в обратную сторону. То есть в одном цикле мы набираем скорость, а во втором цикле мы уменьшаем скорость. А потом опять меняем направление вращения и опять набираем скорость и уменьшаем скорость. Давайте мы этот скетч прошьем и посмотрим, как это все работает. Подключаем Arduino к компьютеру и нажимаем компиляцию скетча. Загрузка завершена и у нас все работает. Единственное, только нужно подключить внешний источник питания для мотора. Для этого я буду использовать аккумулятор 18650. Он, конечно, слабоват. Этот мотор рассчитан на более высокое напряжение, примерно 6 вольт. Но для тестов этого будет достаточно. Я подключаю минус питание, а также плюс. Итак, мотор у нас вращается в одну сторону, в другую, ускоряется, замедляется, останавливается и начинает вращение в другую сторону. То есть скетч идеально работает и управление мотором происходит. Всего лишь двумя проводами мы сделали управление мотором, причем во все стороны, с возможностью регулировки скорости вращения. Это вообще здорово. После тестирования примерно 10 минут, драйвер абсолютно не нагрелся и остался холодным. Это означает, что этот драйвер очень хорошо справляется с нагрузкой. И этот мотор для него абсолютно ничего не значит. Он очень легкий. Вот такой маленький драйвер, который можно использовать в своих каких-то целях, подделках, где будут какие-то механические части. И нужно управлять минимальным количеством проводов. Где мы этот драйвер будем использовать, смотрите в следующих видео. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные, интересные. Всем пока!